Всем здравствуйте! Меня зовут Ольга Кузнецова. Я член команды организаторов Мосвегфест, Вегмарт. А также я представляю в данный момент компанию Торговый дом Пир. Который привозит к нам в Россию прекрасные веганские продукты. Сыр, масло, спред, мороженое. Совершенно чудесное. Наверное, уже все попробовали. Их шатер стоит на центральном входе. И там совершенно бесплатно дают попробовать мороженое. Если кто еще не успел попробовать, обязательно подойдите. А за подписку и отметку вам предложат большое нормальное мороженое. Настоящий рожок или в печеньках. Ну, какой будет. Сегодня я покажу вам рецепт очень простой. Это жареное мороженое. Мороженое как раз взяла то, что привозит Торговый дом Пир. Оно на соевом молоке. Не содержит животных никаких ингредиентов. Полностью веганский состав. Поэтому, пожалуйста, пробуйте, покупайте. Оно очень вкусное. Для начала мы возьмем любые кукурузные хлопья и измельчим их. Желательно помельче, чтобы получилась такая панировка. Ну, как панировочные сухари. А есть в зале кто-нибудь, кто не пробовал это мороженое еще? Да что? Как такое может быть? Они стоят на самом видном месте. Зеленый шатер. Раздают бесплатно мороженое. Как вы могли не попробовать? Это уже мне принесли то, что я заготовила заранее, буквально час назад. Для того, чтобы не тратить здесь драгоценное эфирное время, я все то же самое сделала вот в шатре и пришла сюда уже подготовленная. Поэтому сейчас я просто покажу, как это делается, а потом пожарим уже заготовки. Поэтому я сильно уж очень долго измельчать не буду тщательно, я так немножко. Когда я это делала час назад в шатре, я измельчала помельче, почти что до состояния муки. Вот если вы посмотрите, видно, не знаю, в камере. Вот там прям они вот как мука, похоже на кукурузную муку, крупу мелкую очень. Такой вот консистенции, такое вот состояние. Сейчас я сделаю покрупнее. В принципе, это тоже имеет право на жизнь, но старайтесь, когда обваливаете шарики мороженого, старайтесь, чтобы не оставалось пустых мест, не покрытых панировкой, потому что тогда через них мороженое начнет вытекать, когда вы пожарите. Чтобы этого не случилось, желательно, чтобы панировка покрывала целиком шарик, поэтому я их и мельчила помельче, чтобы не было проплешин. Сейчас на это, конечно, тут нет столько времени, чтобы прям так тщательно это делать. Но суть вы поймете, как это делается. Мы берем, измельчаем. Дальше мы берем, делаем из мороженого шарик. Обваливаем его. Формируем шарик. Обваливаем. Это мороженое я взяла за мороженое, но пока тут немножко ждала, оно уже успело слегка подтаять. В принципе, ничего страшного, главное, чтобы оно не было совсем сильно растаявшим, тогда оно не сформируется в шарик. Но чем оно более холодное, тем легче это делать. Тогда просто возьмите ложку, обмакните в теплую воду, и очень твердое замороженное мороженое легко в этой ложке поместится. В общем, вот получился такой вот шарик. Вот такие шарики мы лепим и складываем обратно в морозилку на час. После того, как час они пролежали в морозилке, мы включаем плиту. Вот все, получилось. Все, мне удалось. Ура! Победить плиту. Сейчас масло нагреется, и мы будем очень быстро его обжаривать. Очень-очень быстро это надо делать. Разложу тарелочки, которых вы будете пробовать. Как видите, вот здесь я... не очень мелко измельчила шарик, видите, покрыт так. Ну, это, в принципе, не имеет значения. Главное, чтобы вы его хорошо покрыли, и все. Пожалуй, я одну перчатку надену все-таки. Мне кажется, масло уже готово. Нормальный звук? Есть звук? Слышно меня? Ну что, попробуем? Нормально, кипит. То есть, масло готово, если вы кладете шарик, и оно начинает сразу же шипеть. Значит, все нормально. Держим буквально там 3-4 секунды, если масло достаточно горячее, и вытаскиваем. Немножко прилипает к ложке. Сейчас будет вытекать мороженое. Я постараюсь поаккуратнее как-нибудь доставать. Идеально, конечно, когда ничего не прилипает, он обжаривается и остается в хрустящей панировке. Это самый идеальный вариант. Не видно, да, что происходит? Наверное, слышно, да, что происходит? Все шипит? Шкварчит? Конечно, это блюдо не на каждый день, оно очень далеко от ЗОЖа. Но изредка можно побаловать себя, детей, родственников, друзей. Хотя я читала, что обжаривание во фритюре менее вредно, чем обжаривание на сковородке. Потому что во фритюре происходит настолько быстрое обжаривание, что масло не успевает пропитать весь продукт целиком, поэтому образуется корка быстро, и все. И это максимум, что впитывает в продукт тот жир, чем когда это на сковородке происходит. Все, у меня готово все. Можно подойти попробовать, но тут не так много. Туда, куда, где на компост написано. Вилочку берите. Ответственно заявляю. Очень вкусно. Но ты обещал меня похвалить, и поэтому я тебе не очень верю. Все честно, честно. От чистого сердца вкусно, прохладно, сладко, повышает настроение. Все супер, друзья. Да. Продолжение следует...